Ну-ка, тыкните в экран. О, сейчас хоть одно же рыжее сердечко увидели. Вот, пошли сердечки, видишь? О! О! Хоть мы будем видеть сердечки. Что ты хочешь показать-то? Бегонии свои какие-то красивые. Ну, бегонии у тебя просто шедевральные. Я вам сейчас покажу свою бегонии. Любовь вашей цвета. Сейчас покажу. Сейчас вам опять уронит все. Орхидея у нее сейчас шиндарахнется. Лампа у нее разобьется. Все здесь расцепится. Смотрите, какая красота, да? Ой, мам, можно я тебе сорву ее и подаю? Нет, не надо рвать. Смотрите, какие. Ну, давай сорву тебе букет. Не надо мне рвать букет. Сердечки видим. На мамином зимнем лесу чего только не растет. Да, красиво. Я вот сейчас занесла, у меня их очень много, бегонии. Они на улице росли, а сейчас будут в зимнем саду, а потом они в спячку. А вот эта хрень мне не нравится. Но она цветет очень красиво. Красивая. А завтра буду Фуксии с улицы домой заносить. Да, цветы это вообще, это что-то вот, я не знаю, прям вообще. Сейчас розы так цветут. Вообще красиво. Георгийный он. Что за хрень? А хрень, мам, как цветок называется? Ой, я даже не знаю, как он называется. Я вообще не знаю, откуда он у нее взялся. Не, мне маленький, такой вот росточек дали, он вырос такой. Хоть свисающий. Ну, он цветет, ты видел, какими колокольчиками красивыми? Когда их спать укладываете. Кого? Цветы. Цветы? Да. А смотря какие. Покажи, да как я покажу, там такой таз. Ой, вы что, он, знаете, какой огромный. У нас трансляция прекратится. Мы ничего не поднимем. Да, розы с ума сошли. Музыка, которая была... Та-та-там-та-там-та-там-та-рам-там-та-ра-ра-ра-ра-ра. А новости? Бегонии, да, бегонии. А, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Экра поверни, зачем? Блин, нет. Подождите, новости, какая же мелодия была. Я, я, нет, любви, очки не выращиваю. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, это фабрика звезд, а новости? Там такая быстрая музыка. да блин прям я грузоноса не вспомнил папа на общество поет бигонии когда а когда спать у кого они сами покажут у них сразу начинает листочки стебли вянуть и все их надо обрезать и убирать пока вот я их нанесла они будут радовать цветением пока еще тут 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 здравствуйте в эфире программа новостей и с вами ведущий илья меняев сегодня петровка 38 и наш очевидец юлия леонидовна она видела как грабили палатку с цветами здравствуйте юлия скажите пожалуйста да я не видела понятно спасибо на этом наша программа заканчивается розы вообще розы они как бы вот говорят что там солнце я бы не сказал в основном они любят немного притянения розы и лучше себя чувствует в полутени а герберы вы выращивают дома выращивают выращивают ну они как-то не от цвета не тот цветок который цветет постоянно гербера ну точно как керш-кеша не держались обильные поливы, но не частые. Может не цвести. Просто листья вопросительные. А что просто листья? Мама, на тебя что-то спрашивают. А, гербера, да, они могут давать мощную листву, но не цвести. Такое может быть. Да, герберы, да. У них нет такого. Есть вот примула, комнатная примула. Вот она может еще... Ну, вообще я люблю старушечьи герани. Да? Да, вот сейчас вот я тоже буду... А ты же раньше не любила герани. А вот сейчас почему-то я их полюбил, наверное, постарела. Ох, мама, мама. Герани. Эх, маменька, испеки мне два пряника. Понятно. А я в детстве любил кактусы. Потому что в школе только росли кактусы у нас. И помню в школьные годы нам на лето отдавали цветы. Герани, да, особенно есть такие сейчас красивые сорта герани. Прям необыкновенные. Вот у меня есть герань, прям вот яблоневый цвет. Да? Нежно-розовая такая. Красивая. Beautiful. Но у меня их так много, и я в этом году хочу проводить эксперимент. Убрать их в побрик. Илья, а что ты можешь сказать о цветах? Что ты можешь сказать? И я? Кстати, Илья очень любит цветы. Ну, я, да. Как-то раньше я выращивал в школе. Помнишь, какие-то косточки, семечки выращивал. Ну, лимонный выращивал. Сейчас как-то мне времени не хватает. Вот я бы даже на квартире бы... Одно время у меня был порыв, я даже цветы сажал. Но они у меня все сдохли, потому что я утром бегаю на работу, вечером прибегаю, пожру и спать. А поливать и ничего, ничего. Только постирать успеваешь. У него порывы бывают сажать цветы. Ну да, мне бывает, но они пока что не доходят. То я хотел на подоконнике цветы на квартире вырасти. Киники проросли. Илья Леонидовна, что в планах на зиму? Ой, в планах на зиму зимний сад. КОТОРУЮ НЕДЕЛЮ Кактусы, вот не люблю кактусы. Ой, я не люблю кактусы. Кактусы я что-то... Даже не Харапунцель. А кто такой Харапунцель? Это тетирай у нас все, говорят, как это там принцесса или что? А Рапунцель... Это мультик, что ли, Рапунцель? А у нас тетя пугает ребенка Рапунцель. Она говорит, что Рапунцель строго. Рапунцель, Рапунцель. Мультфильм, I can show you them all. Цветы. Ну, если бы у меня было бы времени до усрачки, и если бы я не работал, я бы дома бы цветов развел на подоконнике, купил бы горшки подвесные и посадил бы там какие-нибудь... Вот если бы, допустим, это, какой бы ты цветок посоветовала? Чтобы я осенью, допустим, как будто я не работаю, и я хочу на окне в квартире развести за окном цветы. Что бы ты мне посоветовала посоветовать? Где за окном? На улице? На улице, на балконе, допустим. Кактусы, раньше, зига, 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 кактусы. Мамуль! Да, зига, кактусы мне нравятся. Что, развести какие-то... Ярани. А что, они могут осенью, по осени шуль, могут свести? Ну, вот сейчас у меня же цветут, конечно. Ой, на самом деле, по чистоку единственный геморр, это потом зимой втаскивать эти цветы куда-то в квартиры, на подоконнике. Это кругом земля, кругом какие-то мухи, дроздофилы кругом летают. Если правильно поливать, ничего не летают, ни какие-то дроздофилы. Вот поэтому у нас зимний сад. У нас в доме нет цветов. Да-да, ярани. Мухи, да. Ну, и это кошмар какой-то. Поэтому как-то лучше искусственный цветок купить в фикс-прайсе, воткнуть на подоконник и любоваться. И любоваться, да? Ну, конечно. А шо? Ну, посмотри, вот орхидеи. Ну, они же искусственные у тебя. Вот шо ты врешь? Как я не умею искусственность. В фикс-прайсе понакупала, воткнула. Или навтыкала, да? Это бутафория, там же экран у тебя. И мы включили, как телевизор, проекцию, и там... А ты всем рассказываешь, заливаешь тут. А? Сенсация. Шучу. Пришлось в Леруа еще купить стеллажей. Не знаю, вообще кошмар какой-то. Илюх, что нос? Хочешь, кур нос, не жми нос. Просто, не знаю, на что нажимать. Добрый вечер. Buenos dias. How are you? Hello, everybody. Good morning. Доброй ночи. Орхидеи в фиксике. Добрый день. А больше ничего не знаю. Будем как хрюн-мажо. Как дела? Дела. Дела. Ой, нога болит, мам. Потанцевал сегодня. Что-то и как-то... Неудачно. Нога что-то... Дернул. Отлично. Отлично. Сердечки. Ну, пожалуйста. Завтра на работу. Ну, всем завтра на работу. Ну, мы не киснем. Круто, что у нас есть работа. Это громадный плюс. Если у нас есть работа, значит, в конце месяца у нас есть зарплата. Если у нас есть зарплата, значит, у нас есть еда. Если у нас есть еда, значит, мы сытые. Если мы сытые, значит, мы довольны. Если мы довольны и жить прекрасно, кругом сплошной позитив. А мы завтра пойдем строить теплую грядку. А я завтра пойду работать. Завтра понедельник. Замечательный день. Понедельник. Самый замечательный день. Одни плюсы. Ой, одни плюсы, да. Ого, тысяча четыреста сердечек. От работы. А если купить орхидею с одной стрелкой цветочной, еще вырастут или уже нет? Нет, вырастут. Вот у меня есть орхидеи, взрослые, которые уже не один год. Они выбрасывают еще в стрелку. Ну завтра целые сутки трудиться. Ну а кому сейчас легко? Забыл поделиться историей. Впервые за долгие годы у нас картошка. Родилась картошка. Участок ужасный. Видите, какие молодцы. Это хорошо. Это хорошо, да. Все мы трудимся. Но самое я заметил, что в любой работе зависит все от настроя. Если ты настроен... Ой, не хочу идти на работу, блин, настроение гадное. Не ходите на работу. Вот, то же самое в огородничестве. Если сажаете, никогда не нужно вот говорить... Надо проснуться. Ну ладно, морковка у меня не растет. И сказать, ну и фиг, что ничего не растет. Ну и фиг, что босс козел. Зато у меня есть самая замечательная работа. Мои орхидеи с Икеей сдохли. Ну и что? Я не знаю. Это у меня вот все куплены. Не дохлые. Улыбнитесь. Не хочу, но надо. Ну вот. Но у вас хорошая работа. Я вижу, что у вас хорошая работа. Вижу, вижу. А у нас на Урале было такое жаркое лето, как никогда. Позитивчик. И какая? У меня все цветут. Работа, что-то связано с машинами. Вижу. Это Люба пошла. Люба правильно. Люба завтра рано вставать. Что-то связано с транспортом. Вижу транспорт или перевозки, или машины. Вам большой зарплаты. Все, будет у вас повышение в зарплате. Что-то связано. Нет, черт. Я не могу настроиться. Я так и знал, что нет. А что? Ничего. Папа у нас очень хороший. Самый замечательный папа. Я всегда говорю, у нас папа самый замечательный. Он нас поддерживает во всех наших начинаниях. Да, мам? Угу. Все, он туда относится. Нет такого, значит, что до фигни найтись, вам что делать нечего. Но меня бесит, когда люди говорят, что нам делать нечего. Я прям не, обычно не общаюсь с такими людьми. Мне, допустим, зачем? Мне нравится. Маш папа молодец. Ну вот машина же, скорая медицинская помощь. Я и вижу, что машина. И не участвует. Папа, ну почему? У нас в некоторых видео есть, сейчас появляется. Зачем? Мне говорят, ты наркоман. Я говорю, почему? Ты всегда в телефоне, ты наркоман. Кто это тебе сказал? Ну там одни. Я говорю, ну мне нравится в телефоне, я так общаюсь. Спасибо. Ну-ка дайте мне 100 тысяч подписчиков, а? А то у меня 15 и 15. Не сдвигаюсь, блин, с мертвой точки. Папа мыл Илью в уличном душе. Тогда это в первом душе. А сам не сдвигает. Нет, это ему не нравится. Он говорит, как он говорит. Нет, как это. Особенно в мертвах. Преданные за то. Да. 15 тысяч. О, нога болит. Да, вот именно. Зато нормальный. Ой, не говори. Вот, видишь, уже наше страшное. Что за... Это волосы. Привет, дружок. Скушай пирожок. Иди куда шел. Ху-ху. Сейчас он напишет мат. И мы его пристрелим. О, о, о. Все мне нагадали. Спасибо. Придурочный. 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 Это, наверное, станция метро такая. Это он. Это он. Станция метро Придурочный. Станция метро Придурочный. Сейчас метро говорят на английском. Да? Угу. Сердечки сиреневенькие. Только сиреневенькие летят. Спасибо вам за сиреневенькие. Ага. А Ольгу уже затянул свою бригаду. Так она нас затянула. И я посылку присылать на улицу химиков? Конечно. Бандероль, пишите, присылайте. Я все беру. И банки, и крышки, и посуду, и платочки, и носочки, и... Да? Мама, спасайте своего шизофреника. Мама, спаси меня. Опять метели. А мы сейчас эту жучку заблокируем. Я знаю эту малолетку. У-у-у, смешной. А что-то у меня какое-то энергоснабжение. Что-то написал айфон мой. Так пиши, пиши сюда давай, сиреневая жучка. Сейчас мы тебя... А как это... А как называют это? Помните, в нашей Раше была училка? Как ее звали? М-м-м-м. Как называли там, мам? Жанна Аркадьевна. Какая-то бомбинтон. Девочка с ником бомбинтон. Забавная. Она, наверное, как валанчик выглядит. Подскажите, пожалуйста, можно ли виноград заморозить свой? На химиков. На химиков. Я мальчик. Ой, а выглядишь как девочка. Ничего себе бомбинтон. Я делаю в том, что я виноград никогда не морозила, поэтому я не могу. Мне кажется, не знаю, какой он будет по вкусу. Не морозила? А зачем морозить? Ну, спросили морозить виноград. Я говорю, я не морозила, не знаю. У нас тоже много... Да, мне кажется, лучше, вы знаете, лучше сделать компот. Да даже перетереть его и заморозить, нет? Ну, хотела опять быть бресня. На перетереть дёрнышки как-то, нет. Компот очень вкусный. Компот делаем, у нас тоже много. Что с виноградом делать? Компот. Компот, вино делайте. Винца сделайте. Ну, мне кажется, всегда замораживать, это проще парень. Ничего не делаешь, накидал и заморозил. Да, накидал и заморозил. Вы тоже хитренький. Повозитесь. Сок можно, да. В чём прислала? Мама у вас, не знаю, что-то заблокирует. Ой, так хорошо. Знаете, я иногда так кайфую от кнопки убрать в чёрный список. Это прям тема для видоса, вот реально, знаешь, тема для видоса в жизни. Прикиньте, если бы в жизни можно было. Идёшь ты, навстречу тебе человек. Ты так на воздух кликаешь, и там продолжить беседу или заблокировать. И вот так ты, хоп, прикинь вам, в реале, если бы так было, вообще было бы лучше. Чё-то сказали там про номер дом, я поняла. Вконтакте мне напишите. Вконтакте, Илья вам всё напишет. В личку напишите, я напишу вам адрес, куда вы можете слать посылки. Вот посылки, это приятно. Вот, короче, прикинь, идёшь такой по улице, видишь босса. Такой пью, поговорить, заблокировать, заблокировать. Вообще, я бы тоже отправлял бы в жизни там много людей в чёрный список. Так идёшь, хоп, декан. Пью, в чёрный. Продавщица. Пью. Нет, ну вот в ютюбе же тоже, вот, читаешь порой, кто улетает, да, в спам, такой пишут, что ужас. Конечно, хорошие люди. Нет, тут-то хорошие люди, но иногда... Ну, бывает, это очень редко, бывает. Нет, но нас тут хороших людей 20 человек, мы уже, у нас статистика. Ну, конечно же, потихонечку мы вырастаем. Вырастаем, да. Потому что у нас все люди, которые адекватные, присоединяются к нам. Весник. Но много бывает шлака. Да, залётные, да, бывают такие прямо. И я всегда думаю, господи, а сколько в людях вот какой-то там злобы, какой-то ненависти, там, вот, да, какой-то зависти. Вот я не понимаю, как будто, ну, всем, пожалуйста, у всех есть руки, у всех есть ноги, да, 24 человек. Работайте. Зарабатывать можно как угодно. Да, дура, у них кипит. Да, и вот выплёскивают. Мам. Чё ты? Кто-то скребет. Да никто не скребется. Это тебе кажется. Может, потолки опит, мышка какая-то. Ура! Да нет. Нет. У нас сейчас мыши свалятся. Мышка, наверное. А у нас мышь в потолке. Вы, нет. Ой, а муж ноги поднять надо. Да сиди ты. Представляете, у нас в зимнем саду там потолок, стекловато лежит, всё. И мыши жрут у нас пенопластовый потолок. А, сыхнул. Мама, она на нас не свалится. Да не, они всю жизнь там скребутся. Сиди ты. Это может было. Илья, ты смотришь битву экстрасенсов? Не, надо посмотреть. Мыши, правда, мыши едят сюда, даже стекловато не боятся, вы представляете? Ну, Илюша, ну сиди ты прям. Ну, какие у нас в доме нет мышей. Может быть, в потолке, если только. У нас нет, Илюха свалится. Да сиди ты. У тебя в животе орчит? Может быть, у меня в животе орчит. Всё. И вот поставили мыши на пуиватель, всегда срабатывал. Чё-то, наверное, привыкли к нему. Не бойся или уж, говорят тебе. И самое обидное, то, что мы кошку туда не можем запихнуть. Давай плитку оторвем и запихнем в потолок. Ага, она будет в стекловато там ходить. Представляешь? Ну, ещё завтра выпустим. Ага, бедная кошка. Всё, убежала мышка. Адаптировались. Помню, как он... Вообще, в квартире мышь ловил. Знаете, как чуть ли не обосрался там, это жесть. Илья, у меня твое первое видео с мышкой. Вот, видите, вы смотрели уже, жесть. Я помню, её куда-то отпустил. Слушай, блин, а я переживаю, что на квартире у меня кожаный диван, они сучки... Ага, да, да? Они, козлы, могут подъесть. Да нет, Николай, сиди, ты это вон, рыба в аквариуме. Начинаю громко петь. А чё, мне всю ночь петь? Валентинка, 2203-29. Валентинка. Ой, зажила, да. Ой, зажила, да. Мишка, как хорошо. Бегает. Кушка. Привет. Переживали. Привет, Валентина. А где ты видишь, что это Валентина? А там написано. Ещё хохотала, как блины жарил, да. А блины это уже мастер пожарил. Вообще, я чё-то такой сидел, да я её на улице выпустил, она там, наверное, умерла. Я-то такой сидел-сидел, и я, наверное, может быть, даже бы записался на каком-нибудь кружбу кулинарии, Да? А у нас нет, наверное, таких кружков, да? В Москве, может, есть. Приду туда с камерой, скажу, учитель. Может, тебе на повар пойти учиться-то? Научусь готовить. Надо будет посмотреть. Я не видела видео про мышку. Ой, это какой-то там с самых первых. Запишись. Такой приду с Гоу-про. Та-та-ра-та. Ты сегодня с хохолком. У тебя получится. Видос наснимал, сейчас надо загрузить. Я ж вчера на Красной площади гулял, так хорошо. А что ты там снимал? Гулял один, тишину слушал, на людей смотрел, на гум смотрел, на фонтан смотрел, кушал. Думал. Думал. Пытался думать. Кабачки с сыром уже два раза готовила. Вкусняша. Илюша, Илья, что тебе нравится из кулинарии готовить? Кулины. Не знаю. Сцену уже... Прикинь. Вот там убира... Ну, я обходил, там что-то ее разбирали. Сцену. Разбирали. Не было много народа... Не было... Вообще очень было мало людей. Я выходил в перископ, показывал Красную площадь. Люди говорят, о, почему так мало людей? Я говорю, не знаю. И суши жрал опять. Да? Да. У меня в этот день я сначала пошел в столовку есть, а вечером в суши. Смотрел тебя. Да, да. Да, мам? Илюш, сиденье, делайся. А я не боюсь, все хорошо. На фестивале Спасской башни был? Не был. Что-то сердечки вообще не летят. Очень интересно. Ну тыкните хоть пару раз, ну не поленитесь. Ну десяточку-то, натыкайте. День города будешь снимать? День города? Я, в смысле, наш серд поведен город. Как так, мышки боишься? Да шучу, я не боюсь. Я просто, как бы у нас... Он в детстве их домой носил. В детстве домой носил, а потом воспоминания уже из более другого, сейчас я вам расскажу. Мы с сестрой жили на квартире, на старой, и там были мышки, и там были мышки, и мы их ловили на липучку. На клей. На клей, там клей такой, там очень на квартире было много мышек. И мы кидали клейкую липучку, и, вот, и, короче, мы утром просыпались, подходили, открывали кладовку, и там много маленьких мышек прилипшие. И, ну, там специальная ловушка такая, и здоровые крысы жрут этих мышек. Там кровь, кишки, это ужас. Прикиньте, что мы видели. Вот так. Про саженцы я хочу сказать, что саженцы все принялись. Вот одна-то, один сорт малин не принялся. И клубника, к сожалению, приказал долго жить, погибла. После этого не только мы шеи уже боятся. Как последний герой выживает сильнейший. И они такие, ха-ха-ха-ха, такие, ха-ха-ха, и мы, аааа, бежим отсюда! Фу! Че погиблого? Клубника, клубника. Почему? Не знаю почему-то, почему она у меня погибла. Не знаю. Я же малины не пробовал? Нет, не пробовал. Я ежевика и малины, че подумал? Ну, это гибрид. Я же малина. Я пробовал груша-яблоко. А почему нет такого? Груша-яблоко. Или там, ананас, апельсин. Анна апельсин. Анна, ананаса апельсина. Или чем-нибудь, слива-брикоса. Ну, есть же нектарин. Айва, айва, айва. Айва. Тебя говорит, вот айва, смесь. Вот, кустовая малина очень, меня прям порадовала, очень. Вот, буду ее разводить. Груша-яблоко. Посадили грушу весной, а она стоит. Ой, бедненькая, больна, наверное. Что-то дальше. Сладенькая, чуть не хватает. Яблоко-груша, аж есть. Из-за влаги. Может, наверное, много влаги, да? Может, избыток влаги, да. Может быть, такое. Вот, мы посадили в этом году два абрикоса. Один прям хорошо пошел в рост, а другой нет. Участок такой. Вот, да, если много влаги, че, как ее от нее избавляться? Дело в том, что, вот, вы знаете, очень интересно, вот, я просто вам дам совет. Если вы видите, вы посадили дерево, и оно не растет, не развивается, как бы, да, вот, чахнет на глазах, все, маленькой, молодой, да, будем говорить, саженец. Меняйте место, пересаживайте. А я вот, знаете, что еще думаю? Вот я сейчас, так как я не садовод и не огородник, но если бы у меня такая ситуация была, дерево посадил, и там, короче, много влаги, мама может, как мыть, травы посадить, чтобы трава, ну, допустим, на участке, и трава всю влагу выпьет, и может, земля будет посуше, нет? Нет. Близкое, нет, близкое залегание, допустим, грунтовых вод, вот тоже, мобылька. А если песка добавить, ну, хотя это... Дренаж, делаю дренаж, да, делаю дренаж, вот, мы, например, сейчас стали, сажаем на банку саженец, и трава загадит почву. Участок в низине. Даже, может быть, понимаете, участок не в низине. Вот у нас будешь искать воду, у нас вода находится, все соседи, вот, кто бурят, вот, кто скважину, 100 метров, а грунтовые воды, кажется, вот, ну, это питьевая вода, а так грунтовые воды очень близко залегают, и поэтому, вот, мох на яблонях бывает. У нас что-то желтых сердечек вообще нет. У нас два колодца. Красных нет, зеленые, редкие. На участке. Ну, у нас централизованная вода, у нас колодцев нет. Старые и новые. Вообще колодцы, мне кажется, прям здорово, круто. Да? Раньше в деревнях колонки были. Колонки, колодцы были. Да? Угу. Ой, какая молодец. Принцесска. Палец болит. Палец болит. Прям вообще умница. Вот, все так кликали бы, да? Угу. Сердечки. Я еще не встал, вообще не светлый. Рано? Во сколько? Пол седьмого. Чуть так рано. Не знаю, проснулся все. Сама проснулся. Угу. А как сердечки пустить? Нажимайте на экран много-много-много раз, вот на нас, тыкай-тыкай-тыкай-тыкай пальчиком, и полетят сердечки. Я раньше думал, можно один раз только сердечком поставить. Буду заниматься деревьями. Какую трансляцию смотрел тоже, тыкнул один раз, и такой довольный. А потом понял, что можно много-много-много тыкать. У меня участок низине постоянно собирается холодный воздух. Ой, холодный воздух. Так еще Сибирь ведь. Ууу. Вы знаете, мы жили когда на Дальнем Востоке. И я вот там вот впервые увидела, как выращивают стелющиеся яблони. Это так интересно, мы пришли вот, да. И это вообще щиты деревянные, и яблоня лежит вся в яблоках. Да, у нас есть в школе танцы для взрослых, да. Я сейчас запустила старшую группу, очень клевые занятия. И такие веселые, такие прям вообще очень, ну, совсем старшие. Не школьники, не студенты, а взрослые. После работы приходят к нам и танцуют. Очень круто. Собирать удобно, и всегда утепляют эти яблони, там накрывают. Они очень хорошо зимуют, очень хорошо. Не, ну стрип это все равно не каждому стрип. У нас очень современные танцы сейчас появились. Есть стрип, ну, некоторым как бы говорят, ой, стрип пластику не хочу. Современные, очень клевые такие. Бумба, парабабабалумба, и ходят девчонки, женщины, ржут, смеются, танцуют. Прикольно. Ой. К театру. Боже мой, я люблю ходить в театр, но, блин, ну, меня никто не зовет. Одному мне как-то ходить не хочется. С малышами вообще очень. Я люблю заниматься с детьми. Мне сегодня мальчик сказал, Илюша, извините меня, пожалуйста, ему четыре года, но я зимой ходить на танцы не буду. Я такой, почему? Выпадет снег, я буду кататься на санках такой. Я с детьми хожу только на мультики. Ну, вот лучше бы еще как бы это, записали бы на кружок какой-нибудь деток. Альтернатива. А потом папа говорит, здравствуй, ты будешь и на танцы, и на санках ходить. Да. Да? Угу. Где вы живете? Мы живем в Московской области, город Серпухов. На плавание ходил старший. Плавание это тоже. Я, блин, тоже хоть взрослый лоб, но я одно время осенью ходил, блин, распаренный. После плавания идешь, болел часто. Мишневый сад, отличная постановка. Второй класс. А, такой деловой. А, это Мария, девочка. Московская область, город Серпухов. Мне кажется, этого достаточно. Прикольно. Ты не знаешь, а вы, наверное, нас не знаете. Мы племянь. Да, ну да, конечно, вот. Сейчас чуть-чуть повзрослее станет. Дети замечательные, хорошая семья. А я не умею плавать. Я тоже так, знаешь, я... Мам, ты умеешь плавать, кстати? Да, ну так это... По-собаче. По-собаче. Я тоже так же, как у мамы плаваю. Я не плавец. Ну, наводи, девушка. А вот так, не имеешь так? Нет, у нас так так плавает. По-собаче. Угу. Одни селёненькие сердечки. Ну, а где красные, синие? Что у вас будет на канале? Какие у вас... Ну-ка, давай. Какие у вас на канале будут ближайшие видосы, Юлия Леонидовна? Ой, мы много отсняли. Надо выложить. Вот, хочу снять... Что хочешь? Покадочную культуру яблонь. Интересно. Анонс. Что вас ждать на вашем канале? Я не знаю. Я считаю, как сейчас сказать про кадочную культуру, это ерунда. Надо стараться сохранить старые сорта яблони. Вот мне нравится. Прикинь, вообще... Даниэль, мы, ну, почтите, как бы чуть опоздал. Как я вообще не ем шоколад. Вот вообще не ем шоколад. Я пью шоколадные коктейли. Сейчас потесел. Морковь собирать уже можно, потому что могут начаться дожди. И морковь, если начнет, вот есть выражение, обрастать бородой, то есть трогаться, да, трогаться снова в рост, это плохо. Она будет плохо лежать. Стоит ли садить голубику? Вы знаете, я бы не стал садить голубику. Геморрно? Ну, это такая вот культура, которая, в принципе, там же ведь нужно. Ей кислая почва нужна. Это вот... Геморрно, короче. Да. Это... Нет. Короче, голубика геморрно. Я отсажаю то, что... Не геморрно. Не геморрно. О, желтеньких сколько сердечек. А спрашивают, как красненькие. Прикиньте, просто тут, когда вы входите в перископ, каждому свой цвет достается. И вы тыкаете тот цвет... Да, они живут фойных листов. Вот потыкайте в экран. Сейчас посмотрим, у кого каких больше сердечек. Тыкаем, тыкаем. Вот сейчас давайте на 3-4 потыкаем, потыкаем, потыкаем. Красных вообще нет. Желтых много. Мама, ты какие видишь сердечки? Ой, бирюзовые. Бирюзовые. И уличка, а что у вас? Цветы. Бегонии подсвечиваются с улицы. Уже заношу цветы. И подсвечиваю. Оранжевый. Оранжевый. Ой, я так устал. Я так устал. Я так сегодня устал. Я сегодня в шоке. Спус в клейстер. Очень хорошо. Пошел в Макдональдс, мам. И до этого прихожу в Макдональдс кафе. И говорю, у меня американо. Чеснок сажаем после 20-го до 1-го октября. Говорю, у меня американо. И мне там девочки до этого спрашивают. А вы не хотите добавить шоколадную крошку? Или что-нибудь там корицы? Я говорю, нет. А потому что за это платить надо. В этот раз прихожу, там какая-то такая тетка. Уже видно давно работает. Я говорю, здравствуйте, у меня американо. Она такая на меня смотрит и говорит. Ага. Парада. Американо с шоколадной крошкой. Я такой говорю, вообще-то мне не нужна шоколадная крошка. Впаривают вообще. Только в путь. И я такой думаю, блин, это же надо уметь так впаривать. А мне всегда, вот я сейчас про бабе Еле это говорят, да? И мне всегда так обидно, Илюш. Вот сейчас может стукнуть заморозок, да? Георгины сразу пожухнут. Все цветы пожухнут. А потом тепло. И все. Я говорю, ну ой. Что насчет жимолости? И насчет жимолости я ее тоже не буду сажать никогда. Потому что, ну просто ее посадить полакомиться, как бы. Это опять, я говорю, это лишний уход. Вы понимаете? Почему у черной смородины листья чернеют, а у красной нет? Время пошло. Вообще, черная смородина очень не любит соседство красной смородины. Это правильный ответ. Бигу! Поэтому, никогда не сажайте красную рядом с черной. У нас растет. Много кто говорит, что вишня зацвела. Я на яблони увидела бутона тоже, да? На молодой. Природа сошла с ума. Ну, я не знаю. Может быть, и у кого-то рядом растут. Но я не сажаю. Потому что из моей практики, как бы, если есть возможность, лучше посадить попросить. Ну, с вишней, потому что в этом году очень влажная, и поэтому с вишней облетели листья рано. Но они всегда рано облетают обычно. их-хих. Сколько времени? У меня ноги уже подмерзтют в зимнем саду. не знаю надо набрать с собой часы у меня таки пальцы на ногах длинные вообще какой-то ужас кого мне такие пальцы кривые какой-то кошмар а сейчас три какие длинные вы же ножка аккуратная просто пальцы длинные ой уже надо уходить сколько градусов саду у нас тепло сады же отапливается просто всегда зимой у нас в зимнем саду 18 градусов 18 где-то так 17 почему почему не получилось ничего уже пол двенадцатого дела и мальчики надо спать ложатся еще выйдем мы топим да топим ну чё прощаемся моменту реально у меня уже ноги замерзли что с прической пути после это моя прическа бэйба не мою кило с мимикой работать меня и вы любимые а нам 1 октября ждать обогреватели включаем я спать спокойно ночью вот мы все тоже идем спать тоже с вами прощаемся очень приятно завтра наш любимый день понедельник да и установку вам на неделю завтра понедельник для нас будет самым легким днем что нам ждать в понедельник ждать в понедельник вкусного обеда мам что ты пожелаешь не на хорошего настроя улыбаться чаще и тогда понедельник пройдет на позитиве и вся неделя будет очень веселая и а я вот не хочу чтобы неделя шла быстро чтобы работа давалась очень легко да чтобы работа давалась очень легко но неделя время не будем торопить пускай время идет и мы наслаждаемся каждой минуты жизни о как сказал прям как тост вот так но самое главное чтобы всем работалось легко правильно да да мы вас любим целую спокойной ночи крепких снов чава какова а кто если не успел посмотреть эту трансляцию мы выгрузим на youtube все пока 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 пока